Здравствуйте! Сегодня я хочу сделать предсказание по Дональду Трампу. Точно так же перед камерой на своей постели. Прошу меня извинить за гипсокартоновую стену. Мы просто строимся, мы строим особняк, поэтому пока сейчас у меня еще дом не в форме. Нет косметического ремонта. Давайте посмотрим про Дональда Трампа. На, ну, сколько назвать? Давайте посмотрим на апрель, май. Ну вот как раз время до выборов. До выборов в Америке. Так, Дональд Трамп. США. На период до выборов в США. Что с ним произойдет? Он стоит у окна, в окно льется свет. Он улыбается и думает. Он вообще по натуре человек-игрок. Кстати, Трамп в переводе это козырь. Вот с кем-то по телефону разговаривает. Посмотрел на часы. Вышел из комнаты. Ну, мне бы хотелось, конечно, посмотреть самые основные события в отношении него. Вода, вот, ну, это как бы к нему не относится. Это относится к самим США. Вода аж прямо заливает берег. Луна и месяц вместе на черном небе. Они опускаются на землю. И опускаются какие-то люди. Идут по городу. То ли вечернему, то ли ночному. Фонари горят. Идут там дальше. Порт вроде бы. Корабли стоят. В общем, как я понимаю, на Дональда Трампа должно быть покушение. И причем арабы. Арабы. Но этих арабов подошлет именно правительство теперешнее. Правительство США. Сейчас посмотрим, выйдет ли что-то у них или нет. Вот опять вода, вода, вода. Аж прямо хлещет круговоротами. Вода что-то очень сильно помешает в каком-то большом событии. Вода аж уходит за горизонт. Островок, островок, не пойму даже, или островки, или это материк. Он качается. Что-то падает. Типа большого камня. Мне вообще-то не надо там катастрофы в США. Мне нужно именно о Трампе. А мне что-то катастрофы в США показывают. Но, видимо, катастрофа в США очень сильно поменяет планы у правительства США. Те планы, которые они задумали. Вот стоит Трамп, а рядом женщина. Ну, это, в общем-то, понятно. Потому что самые основные претенденты – это Клинтон и Трамп. Все-таки, как бы, самые более такие яркие претенденты. Но почему-то Клинтон... Какая-то размазанная. Вроде бы, как человек, а голова, голова в форме какого-то шара большого. Такого лунного цвета. Огонь. Большой пожар. Что-то горит. Склон горит у горы. То вода. Опять вода. Не то, что льет, Саша, аж водопадом. Ничего, пустота. Вообще ничего не вижу. Только земля качается, вода качается, лодка какая-то плывет. Как будто убегает. У меня аж голову закружила от этого качания. Вообще, кто будет президентом в США следующим? Ну, я уже писала, что это будет мужчина, что женщины, негры и пасторы все исключены. А именно мужчина с такой, с чубом белобрысым. У меня уже это написано на сайте. Ну, как-то, как-то вот все, оно будет, но как-то оно все, все вода, вода, вода закрывает. Вот сейчас вижу, как мотоциклы. Первый мотоциклист и дальше еще мотоциклы едут с флагами. А сбоку опять вода. Мотоциклист снял шлем, и это оказался Трамп. Улыбается, что-то мне говорит. Так, как будто так, рукой еще как-то машет. Ну, вот видишь, говорит, вот видишь. Ну, вот что-то я самих выборов вот никак не вижу. Думаю, что... То есть я писала на сайте, что они, выбора будут, но это как-то вот все иначе будет, как-то по-другому, что ли. Ну, конечно же, если что-то, какой-то катаклизм произойдет в США, то все равно, как бы, будут в других странах переедут американцы, и, соответственно, все равно они будут какого-то президента выбирать. То есть все-то, в общем-то, как бы, ну, не погибнут. Опять вода, вода, вода. Все, извините, больше ничего, в общем-то, не видела. Ну, посмотрим, дело-то уже, в общем-то, не за длительным сроком, уже совсем тут осталось немного. Посмотрим, что и как произойдет. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...